Не бойся ничего, внедряя в себя мысль, что во всем мире не происходит ни малейшего движения без ведома и соизволения Божия. Тем более с человеком, тем более с верующим и чтущим его не происходит ничего ни доброго, ни злого без Бога. Сам Господь Иисус Христос сказал, что и волосы на голове человека сочтены у Бога. Человек есть образ Божий, для человека Господь приходил на землю, ради него пострадал на кресте, не спасал Духа Святого, основал Святую Церковь, сделав ее своим телом. Может ли оставить Господь человека без своего промышления о нем? Нет и нет. Бог есть любовь. Не сказано, что Бог имеет любовь, а есть любовь. Любовь божественная, превосходящая всякое разумение человеческое. Если человеческая любовь жертвует жизнью ради любимого, то как всемогущий Господь, которому нетрудно одним словом создать целые миры, которые есть любовь, как Он, столь возлюбивший грешного падшего человека, оставит его без своего промышления, без помощи в нужде, в скорби, в опасности? Никогда этого не может быть. Психика человека такова, что ему необходимо для спасения терпеть скорби, поэтому Господь и попускает их, несмотря на свою любовь к человеку, но не попускает сверхсил. Затем в скорбях скрыта радость и любовь к Богу, если скорби принимаем и терпим без ропота с благодарностью. Без скорби человек не смирится, не покается глубоко, не стяжет любви к Богу. Субтитры создавал DimaTorzok